Вы на канале Строй Гранд Анапа и с вами Татьяна, офис-менеджер. Мы сегодня приехали взять отзыв у наших клиентов, которые уже заселились по Крюково-76. Проект дома 145. Пройдемте! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы к вам на ваше новоселье. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте! Так, это вам сладкий презентик. Посуда большая. Здесь конфетки. Спасибо! И платье на пляж. Будете ездить, отдыхать. Дверь вот так и вот так. Пройдемте в дом? Пройдемте, пожалуйста, проходите. Хотелось бы у вас узнать, почему вы выбрали нашу компанию? Потому что в Анапе-то много застройщиков, да? Почему мы? Да, в Анапе действительно много застройщиков. Мы очень много пересмотрели вариантов. Мы ездили в Новороссийск-Краснодар. И как бы решили территориально изначально остаться здесь, в Анапе. Здесь, естественно, уже круг, как бы, да? Ну, все, вот здесь мы остаемся. Начали смотреть застройщики. Начали смотреть вторичку. Вторичку мы сразу откинули. Решили вот брать дом с нуля. Вот. Ну и вот посоветовали и знакомые. В интернете я увидела вашу компанию. И начали смотреть ваши проекты. Морской, здесь жемчужина. И мы решили все-таки остановиться вот здесь. Нам понравился проект, нам понравились планировки, сам, как делается дом. Мы когда... Мы смотрели этот дом зимой, он уже был готов. Ну, коробка. Отделочных работ не было. Мы зашли, это была холодная пара года. И мы заходим, а в доме очень тепло. Ну, то есть, с учетом того, что стены бетонные, да? Мы зашли, мы все сразу куртки порастегивали, на друг друга смотрим. Ну, то есть, не отопление, ничего нет. Дом реально очень теплый. И потом нам сказали, что помимо того, что зимой он теплый, да? Он летом сохраняет вот тут тоже какой-то холодок. Да, ну, действительно, на улице сейчас жарко. Вот вы чувствуете, здесь сейчас, ну, не так уж прямо и жарко. Вот. Ну, как бы и помимо всего этого, вот, отзывы все почитала, посмотрела. Сама территориальная вот обстановка дома, да, вот до Анапы мне понравилась. Здесь тихо, здесь спокойно. Надо тебе шумно-агамно, ты сел в машину, 5 минут, и вот уже в Анапе. 10 минут, ты на море, там, или 5 минут. Ну, то есть, все вот в таких вот доступных, да, моментах. Мне это все понравилось. Понравилось, что здесь рядом магазины, школы, садики. То есть, вот, ну, для меня это было важно, да. Вот здесь все это есть, ну, выбором очень довольны. До сих пор поверить не можем, да. Вы сами из Украины приехали, выбрали Анапу, да. Для вас было, главное, чтобы тишина была, или все-таки мегаполисы, это Краснодар, Новороссийск все-таки-то не пушили? Вы знаете, я была, мы ездили и Краснодар, и Новороссийск. Краснодар мне не понравился, пробки, очень много пробок. Мы на машине, ну, то есть, и, как бы, тут уже стоит вопрос, стоит ли вообще, может, поставить эту машину в гараж и ездить на общественном транспорте? Ну, вот, пробки для меня, это действительно, это важный такой момент, если пережать в город, я, как бы, ну, не хотела бы, да, потратить там 3 часа, доехав до работы. Вот, ну, вот, Краснодар, ну, вот, он мне как-то не очень понравился, в плане именно жить, вот, да. Новороссийск красивый город, все тоже, ну, тоже, вот, опять-таки, те же пробки как-то, ну, поехали, отдохнули, посмотрели, все очень понравилось, были довольны. Здесь, да, здесь мне понравилось, что здесь мы можем, вот, мы хотели туда поехали, захотели туда поехали, как бы, и почему Анапу, потому что, во-первых, рядом море, да, как бы, это немаловажно, или с Краснодара ехать 3 часа, там, 2 часа до моря, да, или здесь мы в любой момент сели в машину, 10 минут мы на море, то есть это для нас было важно. Сам город, город-курорт, в него вкладывается, да, инфраструктура развивается, город очень красивый, то есть вот мне это было важно, поэтому Анапа... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы выбрали самый большой наш проект, 145-й, почему этот проект, почему он? Ну, во-первых, нас 5 человек, то есть я муж-ребенок, еще моя мама и моя бабушка, да, то есть как бы вообще хотели изначально с мужем одноэтажный дом, но потом решили объединиться, ну и вот второй, два этажа, да, чтобы было много комнат хотелось, и хотелось еще, чтобы была комната для гостей, потому что как бы, ну, знакомые поприезжают, море рядом, у нас теперь много будет друзей и знакомых приезжать, вот, ну и хотелось, чтобы была гостевая комната, чтобы можно было отдохнуть, ну, кто приедет, да, там, вот, вот из-за этого и выбрали самый большой проект, да. Ну, наверное, каждый же выбрал себе комнату. Конечно. Может, покажем, какие у кого? Конечно. Кто, что, займем? Конечно. Это у нас пока гостевая, она пустая, в ней ничего нету. Мы пока туда сложили просто вещи, так как ждем гардеробную. Это комната нашей девочки, вот, тоже ждем мебель, ждем комоды, будет телевизор висеть, кроватка, там будет письменный стол. Шикарная кровать, да? Да, да, у нашей, у нашей доти самая большая комната на втором этаже, потому что у нас будущий ученик, нам тут еще очень-очень много всего надо, поэтому вот выбрали, мы, она еще даже не видела дом, я ей показывала просто проект, она говорит, мама, мне на втором этаже самую большую комнату, я говорю, хорошо, и вот мы эту вторую комнату, мы еще даже не поднимались, еще стройка шла, но мы уже знали, что самая большая комната, это комната нашей девочки. Это такая классическая, светлая, ничего детского. Да, светлая, почему ничего на сегодняшний день, вот, прям детского, потому что я посчитала так, что комната должна быть светлая, ее разбавят предметы, то есть будет стол, будут игрушки, будет это все стоять, будет комодик, ну, то есть это все будет разбавляться вещами, и это будет все красочно, и вот, ну, красиво, и красиво, да, да. Не хотелось просто наляпанного ничего, вот, чтобы оно было все спокойненько и так. У вас такой большой участок, в принципе, что вы на нем планируете, что с ним будет? С той стороны терраса, да, вот мы планируем сделать изначально террасу, вот, потом выход из этой террасы, у нас посерединке будет такой большой круг с цветами, вот, в углу мы там хотим поставить еще бассейн, ну, все в газоне и в тропиночках, и все, больше ничего не хотим, просто чтобы было так. Засаживать не будем? Нет, нет, нас засаживать, наставлять там ничего не будем. Хотим, чтобы это была зона отдыха, а не приходить с работы и заниматься помидорчиками, да. Это тоже правильно. Вот, поэтому вот так. Вы бы посоветовали нашу компанию своим знакомым? Да, мы уже двоим посоветовали, они у вас даже уже взяли, одни строятся, вторые уже взяли, да, посоветовали. И очень все довольны, очень довольны, правда, это самый лучший вариант. Спасибо вам большое за уделенное время, спасибо за ваш отзыв, что показали, рассказали, нам это очень важно. Спасибо и вам большое. Всего вам хорошего, просветания, обозрите так, как вы хотите. Спасибо большое, спасибо.